И снова здравствуйте, это Укрлайф Судмила Немири, и мы продолжаем наш эфир, и я хочу напомнить, что спонсор канала Торговая Марка Гейтман. Мы очень рады, что с нами сегодня на связи Александр Хара, известный украинский дипломат, специалист в области международных отношений, вопросов безопасности, и сейчас он директор Центра обороны стратегии. Александр, здравствуйте, спасибо огромное, что вы сегодня пришли. Добрый день, Людмила, спасибо за приглашение. Александр, если позволите, я хочу снова вернуться к теме, которая, наверное, уже многократно обговорена разными экспертами, это тема курской операции. Почему я к ней возвращаюсь? Потому что даже сегодня, готовясь к интервью с вами, я читала западные издания, и тема курской операции там поднимается снова и снова. И один из представителей американской разведки заявил, что по его пониманию ситуации Украина хочет на какое-то время закрепиться на территории Курской области, и другие западные издания стали анализировать значение. Вначале эта история вызвала, и вообще эта операция вызвала бурю неожиданных восторгов среди наших западных партнеров. Теперь мы видим, что уже пришло время каких-то более глубинных, таких серьезных анализов, что же происходит. Ну и, конечно, не обошлось без Дональда Трампа, который сказал, что украинский заход в Курскую область, он вообще приведет к Третьей мировой войне. Ну, Трамп известен тем, что он эксцентрично и эмоционально реагирует на некоторые события, что, в принципе, не мешает ему потом несколько иначе это трактовать. Поэтому, если можно, давайте, наверное, вот о курской операции и о том, как сейчас уже происходит анализ того, что случилось, и как это может повлиять на наших западных партнеров. Потому что как-то хотелось, чтобы это было не просто эмоционально, а вот какое-то событие, которое повлияло на стратегию наших западных партнеров. Прекрасно. Давайте начнем с определения, что там происходит, потому что, естественно, российская пропаганда называет это вторжением и так далее. Мне больше импонирует термин, который использует Бен Ходжес. Он говорит о контрнаступательной операции. То есть, по сути, она такой и есть. Ну, и самое главное, если мы говорим там про политические цели, уж точно Украина не собирается повторять российский, скажем так, криминальный опыт, захватывать чужую территорию и аннексировать ее. То есть, у Украины абсолютно нет никаких целей, чтобы эти в историческом плане украинские территории стали юридически, по крайней мере, с точки зрения украинского законодательства, украинскими. У нас такой цели нет. По большому счету, война вернулась на родину, там, где она и родилась. И это тоже по самому по себе является чрезвычайно важным достижением. Я не буду вдаваться в подробности, сколько там свыше ста населенных пунктов, насколько большая территория, которую Украина за несколько недель взяла под контроль, если сравнить за целый год оккупации украинских территорий на востоке российскими войсками. Это, как бы, все очень интересно. Также не буду обсуждать военные цели украинские. До сих пор это является то, что называется operational security. Только есть пространство для спекуляций, как украинских экспертов, так и российских милблогеров, ну и тем более на Западе. То есть это, как бы, все интересно важно. Для меня более важны, важны, скажем так, политические, внешнеполитические эффекты, которые в результате этой контрнаступательной операции появились. И начал бы я с того, что мы фактически разрушили миф о том, что война зашла в глухой угол, что это так называемый стеллмейт. Потому что, на самом деле, после неудачной операции 23-го года, контрнаступательной, даже наши друзья говорят, ну вот смотрите, мы предоставляем много помощи. Да, была большая пауза с поставкой американского вооружения боеприпасов. Но украинцы еле-еле держат восточный фронт и потихонечку там сдают позиции. Поэтому надо сосредоточиться там и, возможно, уже задуматься о каких-то дипломатических вариантах решения этого конфликта. Поэтому, фактически, Курск поставил точку на таких разговорах. Да, ситуация на фронте на Востоке достаточно сложная. Мы смотрим с, скажем так, с определенной долей беспокойства. Но, однозначно, война происходит не только на Донецком регионе, не только вокруг Харькова, не только в Курском регионе. Она происходит и в Черном море. И теперь, слава богу, все больше и больше на территории Российской Федерации с участившимися ударами украинских дронов по российским НПЗ и другим объектам. Поэтому это как бы первое. Вторая вещь, я уже частично ее упомянул, это так называемые мирные переговоры. На самом деле, понятное дело, что те, кто отслеживает ситуацию, конфликт между Украиной и Россией с 2014 года, прекрасно понимают, что пространства для переговоров и раньше практически не было. А сейчас, фактически, о нем не приходится и говорить по простой причине. Тогда, пожалуйста. Нет, нет, после того, как вы закончите мысль, уточнение. То, что стартовые позиции Путина, они являются абсолютно неприемлемыми для Украины. И он требует даже больше, чем он смог достигнуть. По большому счету, стартовая позиция Путина, это Украина отказывается не только от тех территорий, которые по факту сейчас оккупированы российскими войсками, но и те, которые они не могут взять под контроль. Буквально там по несколько десятков метров в день выгрызают ценой больших потерь. Плюс, естественно, что фюрер русского мира хотел бы видеть и другие более важные для него вещи, такие как ограничение украинского суверенитета. То есть, имеется в виду вступление Украины в НАТО и наше желание стать членом Европейского Союза. Ну и плюс, естественно, рычаг влияния на внутреннюю политику. То есть, сейчас абсолютно мы не в той позиции находимся, мы не проигрываем эту войну, чтобы соглашаться на любое предложение со стороны России. Поэтому мирные переговоры, как их некоторые, прежде всего, не наши друзья, такие как Китай, такие как Индия, которые по факту есть адвокатами Российской Федерации, они сейчас не перестали быть актуальными. И эти поездки Ли Хуэя, представителя Китая, он недавно совершил поездку в Бразилию, а мы помним, что совместно с Бразилией они выдвинули шесть пунктов так называемого мирного урегулирования украинского кризиса, они до сих пор это так и называют. Потом он был в Южной Африке, в Индонезии, и собрали они достаточно большое количество голосов в поддержку. и по большому счету пытаются торпедировать украинский мирный план и мирный саммит, который произошел в Швейцарии. Поэтому пока что не будет никакой-то более ясной ситуации о ситуации на полях сражений. Все эти мирные инициативы, они будут оставаться просто дипломатическим политезом, а не реальными какими-то шагами. Позвольте тут небольшое уточнение, прервать вас по поводу переговоров. Несколько появилось статей, их можно назвать слухами, инсинуациями, правдой, не знаю. О том, что в начале Лемонт сообщила, нет, в начале Вашингтон-Пост сообщила, что Украина должна была встретиться с Россией в Катаре, чтобы о чем-то договориться. Речь шла о прекращении ударов по энергетическим структурам взаимно. Затем Лемонт вышла с какой-то еще более сенсационной такой статьей, где я говорила о том, что Украина и Россия якобы уже договорились, и что вот то, что случилось, это нарушило эти договоренности. Вот вы могли бы как-то это прокомментировать? Считаете ли вы, что это просто вот такое желание, я не знаю, подогревать все время тему переговоров? Или, ну, на самом деле, какие-то процессы идут или шли? Ну, я бы не исключал, что такие переговоры проводились. Ну, во-первых, давайте вспомним, за эти последние два года периодически происходят переговоры по обмену военнопленными. Это абсолютно нормальная ситуация. Тут я понимаю, что украинское общество достаточно радикально настроено, что до победы никаких переговоров не может быть с врагом, но я тут немножко не согласен. Жизнь наших воинов, наших гражданских, которые находятся в плену, естественно, как бы стоит того, чтобы встречаться и не обязательно сжать руку врагу, договариваться. Тем более, что это в интересах и Российской Федерации. Другое, давайте вспомним, зерновые соглашения. Они были не совсем прямые, потому что посредниками был ООН и Турция, и у нас были два зеркальных соглашения. В этом треугольнике Россия, Турция, ООН, Украина, Турция, ООН. Ну, в результате мы видели, как Россия фактически сначала саботировала эти соглашения, а потом вообще их прекратила. Ну и силы обороны Украины сделали то, что должны были сделать с самого начала. Они силой своего оружия восстановили линии коммуникации морские и торговли Украины с другими странами. Поэтому я не исключаю того, что были переговоры и по энергетической составляющей. Российская Федерация с первого дня широкомасштабного вторжения в 2022 году наносила удары по критически важной украинской энергетической структуре. Но последние, ну, в этом году уж точно, по-моему, и в прошлом году, в конце года, мы уже получили такие возможности, чтобы наносить удары по российской энергетической инфраструктуре. Сначала это было табу, потому что, как вы прекрасно знаете, частью такой стратегической рамки наших американских партнеров было то, что они будут пытаться ограничить приток валюты от продажи энергоресурсов Российской Федерации. Но, с другой стороны, они были против каких-то более радикальных действий, чтобы не сколыхнуть цены на мировых рынках энергетических. Ну и тем более, естественно, что вопрос стоимости галлона топлива на американской заправке и это один из самых больных во время выборов. Но, скажем так, Украина нашла способ, каким образом эти следующие красные линии немножко растянуть. Сначала наносились удары по перерабатывающим элементам НПЗ, которые фактически не давали возможности использовать топливо для вооруженных сил Российской Федерации, а также для экспорта, но сама нефть и нефтерезервуары не цеплялись. Сейчас мы наносим удары и как по перерабатывающим, так и по этим цистернам, по емкостям, которые сохраняют нефть и нефтепродукты. Вот это стало абсолютной нормой, сейчас никто на это не обращает внимания. Но я думаю, в конечном итоге все равно и Украина, и Россия все-таки придется разговаривать об энергетике, поскольку и достаточно сложная ситуация в Украине. Россияне, естественно, не наносят удары по атомной энергетике, но они наносят по цивильной энергетике, которая балансирует атомную, имея цель такую, чтобы мы потихонечку начали глушить атомные блоки. И, соответственно, что будет большим ударом как по гражданскому населению. Мы прекрасно смотрим в Киеве с вами, мы прекрасно на себе ощутили последние несколько дней. Вот я сейчас, у меня электричества нет с утра. Соответственно, это будет большой достаточно удар по гражданскому населению. И самое главное по экономике и прежде всего той части, которая задействована в оборонно-промышленном комплексе. Но, с другой стороны, и успешные удары, то, что сейчас горит еще до сих пор в Ростовской области, то, что наши удары достигают порядка двух тысяч километров и достаточно успешны, это сильно бьет и по российской экономике, и по престижу Путина. То есть он не может защитить важную для своего, для поступления нефтедолларов инфраструктуру. И, соответственно, это как бы вопрос должен быть решен. Поэтому, я думаю, через некоторое время к этому вопросу мы вернемся. И косвенно мы затронули вопрос эскалации. И мы знаем, что это больная тема людей, которые занимаются стратегией в Вашингтоне. У них задача, чтобы не эскалировать конфликт, чтобы он не вышел за территорию Украины. И, к сожалению, я так думаю, они тогда предполагали, что имелось в виду не просто какая-то третья страна, тем более страна-член НАТО, но и, собственно, Российская Федерация. Но, учитывая, что украинская сторона подготовила Курскую контрнаступательную операцию в таком режиме, что фактически ее не было возможности а не заблокировать, а не каким-то образом торпедировать, сейчас наши партнеры пристали перед фактом, что это происходит. И, по большому счету, не было ни одного критического замечания, заявления со стороны наших ключевых партнеров, что это каким-то образом может спровоцировать Россию на ядерный ответ, что это каким-то образом нарушает международное право. И, понятное дело, что нет. Есть 51-я статья Устава ООН, которая говорит, что каждая нация имеет право на самозащиту. И, собственно, то, что мы делаем в Курске, это является элементом такой самозащиты и точно не является никакой агрессией. Дальше важный момент был, это больше, я бы сказал, и для военных экспертов, но, по большому счету, и для политических комментаторов, то, что мы показали способность. Вы знаете, в русском языке нет такого слова, как «capability» или «спроможность». «Состоятельность», «состоятельность», наверное. Ну, да, как бы не совсем она, как бы ты передаешь. Да, «capability» лучше, согласна. Да, как бы «capability» — это ряд элементов, если мы говорим с точки зрения военных. Это, например, как бы доктрина, то есть войска должны понимать, что они делают. Это, естественно, вооружение, это логистика и так далее. То есть это, грубо говоря, набор вещей, которые делают какое-то подразделение либо какое-то объединение этих подразделений боеспособными в высшей степени. И мы показали способность сгенерировать такую «capability». И, вы знаете, курская операция, она интересна тем, что, по большому счету, это, наверное, первый раз, когда Украина показала не просто высокий класс в подготовке и проведение операции, но то, что мы воюем фактически по лекалам наших западных партнеров. Раньше у нас не было такой возможности делать, ну и тем более на широком фронте, потому что отсутствовал воздушный компонент. Российская Федерация не доминирует в воздухе, но однозначно ставит нам достаточно большие такие вызовы перед нами, и уж точно мы не доминируем. Вот курская операция показала, что мы можем это делать и авиацией, можем делать это и беспилотными системами, и используя элементы радиоэлектронной борьбы и так далее. То есть это прекрасный момент, что... И вы прекрасно помните, что нас критиковали за операцию 23-го года, что украинцы как-то почему-то были не способны воевать по такой модели, или как воевали бы Соединенные Штаты и НАТО, забыв или не упоминая о том, что у нас не было воздушного компонента. Следующий момент, это, вы знаете, очень важный для внутренне политических российских. В российской ситуации это неадекватная реакция Путина на то, что происходит. Вот собрал он Совет национальной безопасности, что-то там мямлил, и назвал эту, скажем так, операцию широкомасштабной провокацией. Я понимаю, если бы туда зашло несколько ДРГ, и как это было с РДК и другими российскими подразделениями, которые воюют с русскими нацистами на украинской стороне, тогда бы это было бы все понятно. Но здесь уже было понятно, что это широкомасштабная операция. Он ее назвал широкомасштабной провокацией, назначил ФСБ как главным, кто должен заниматься. Естественно, это имеет три момента, точнее. Первое, нежелание признавать факт войны. У него продолжается специальная военная операция. Кстати, согласно закону об обороне Российской Федерации 96-го года, статья 18, там как бы говорится о том, что если Российская Федерация подается нападению, то тогда наступает военное время. То есть это юридический факт как таковой. Но также и по большому счету Российская Федерация должна объявить войну как таковую и, соответственно, предпринимать другие мероприятия. То есть он по большому счету проигнорировал статью своего же закона. И это первый момент, то есть как бы неадекватные реакции. Второй момент, назначение ФСБ, это показатель того, что есть недоверие и к возможностям, снова таки, с проможенностям российских военных реагировать, хотя они, естественно, будут задействованы в, скажем так, операциях против украинских сил на территории Курска. И я бы сказал, что еще есть третий момент. Это по большому счету он такой психологический, потому что сложно объяснить россиянам, что великая ядерная держава, 140 миллионов, вторая армия мира и так далее, по большому счету подверглась нападению Украины, которую, естественно, как известно, создал Ленин, ее никогда не существовало. А тут происходят такие вещи. Поэтому эти факторы, они просто показывают слабость Путина. Ну и чрезвычайно важный другой фактор, то, что, естественно, ему нужны силы, средства, чтобы что-то делать с украинскими войсками на территории Курска. Сейчас он собирает по всех, то, что называется, по скреб, по сусекам, по всей огромному пространству Российской Федерации, что-то перекидывает с восточного направления. Естественно, будут вот эту скрытую мобилизацию усиливать. Но самое главное, что он не сделал ход к всеобщей мобилизации. Это было бы логично, потому что те угрозы, которые есть, и стоят перед ним, они требуют немножко других решений. Но тогда цена политическая таких решений будет достаточно высока для Путина. Но сейчас вся эта беднота из этнических глушей набирается за деньги. Естественно, там разная цена головы от 400 тысяч до миллиона, есть больше и так далее. А если будет всеобщая мобилизация, это значит, что надо идти умирать за фюрера, за русский рейх. И это, естественно, не очень понравится тем людям, которые сейчас тусят в барах и ресторанах в Петербурге, Москве и в других больших городах и наслаждаются так называемое, это вообще, конечно, я считаю, глупейшее название, но на Западе его иногда используют, так называемый социальный контракт. То есть Путин обладает всей властью, отвечает за все, все, что угодно он делает, россиян и принимает, но взамен он их не трогает. Не в плане войны, а до этого в плане каких-то там налогов и других ограничений. Поэтому, естественно, что маячит всеобщая мобилизация и, естественно, что Путин пытается как-то обойти это какими-то способами, иначе последствия будут чрезвычайно печальными. Ну и понятное дело, что то, что происходит в Курске, это уж точно не выглядит как-то красиво по отношению к друзьям Путина и Си Цзиньпиню, Ким Чи Нымну, иранцам и так далее. То есть им-то казалось, что Россия, она же как бы воюет с американской империей, она настолько сильна, что все боятся ее и в Европе. А выявилось то, что они не способны это делать. Сейчас там что-то пробугнил Лавров о том, что Россия пересматривает основы государственной политики ядерного сдерживания и так далее. Но, как вы знаете, они слишком часто использовали вот эту угрозу ядерной войны, начиная с 2014 года, по большому счету, что потихонечку европейцы и американцы к этому привыкли и уже как-то не особо обращают внимания. Я не говорю, что не будет случая, когда что-то может произойти, тем более, если, например, россияне могут организовать операцию, сделать видимость подготовки до нанесения тактического ядерного удара. Соответственно, эти мероприятия будут замечены американской разведкой или европейскими разведками. И тогда, естественно, этот фактор может сыграть какую-то роль. Но пока что мы видим, что выход украинских войск на российскую территорию абсолютно не стал какой-то реакцией, которой боялись на Западе. Ну, наверное, еще я бы сказал то, что, знаете, то, что мы видим в видео и сообщения с Курска, это показывает разницу между русским миром и мир, естественно, это в кавычках, и Украины. То есть я не, кроме каких-то там злобных комментариев, я не видел, чтобы происходило мародерство либо какие-то там действия, направленные против местного населения. Как раз-таки наоборот, все достаточно гладко происходит. И в этой связи, снова-таки я напоминаю о том, что ФСБ курирует операцию по Курску, и поэтому следует ожидать провокации, условно, рязанского сахара, поскольку прекрасно понятно, что для людей в этих серых мундирах абсолютно жизнь обычных россиян не является ценностью. Они служат фюреру, они служат какой-то эфемерной идеей величия России, поэтому какие-то расстрелы, какие-то теракты, якобы украинцами проведенные, либо еще какие-то провокации, это точно то, что следует ожидать, и нам всем быть готовыми. Ну, наверное, как бы это по политическим моментам и все. Мне кажется, что без разницы, чем завершится военная составляющая Курской контрнаступательной операции, она уже принесла очень позитивные для нас эффекты политически. Она дала нам аргументацию разговаривать с нашими партнерами, в том числе в Вашингтоне. Она показала, что Путина не только нельзя унижать, его нужно унижать, и это не будет приводить к эскалации. Поэтому таким образом мы ломаем некоторые ментальные конструкции, которые сдерживали наших партнеров в той помощи, которую они к нам предоставляли, и до сих пор это делают. И украинцы показали, что способны даже в достаточно сложных условиях собрать силы и средства для того, чтобы провести такую операцию. А хочу напомнить, что буквально первая часть этого года, когда усилилась мобилизация в Украине, вы прекрасно помните, сколько было скандальных видео, социальных, медиа. Многие из них были подставные, и там показывали, как людей ловят на улицах Львова, Киева и бросают в усики, а потом эти люди на следующий день уже там где-то в окопах находятся. То есть за последние несколько месяцев я не видел таких видео, не видел этой волны, что показывает искусственный характер, что фактически это была психологическая операция наших врагов. И мы видим, что есть достаточное количество украинцев, подготовленных, мотивированных, которые прекрасно справляются с теми задачами, поставленные перед ним военным и политическим руководством в этой контрнаступательной операции в Курске. Теперь посмотрим, что будет происходить в Российской Федерации. Там как бы я понимаю, что нет свободных медиа, но в любом случае в социальные медиа будет просачиваться, то, каким образом они будут решать свои проблемы, нехватки мясной силы, или как это можно назвать. А тем более, помянуя две или три недели назад глава Центробанка Российской Федерации, и это было удивительно, рассказывала о достаточно сложном положении в российской экономике. Но вот как один из ключевых моментов, который ее беспокоил, это была нехватка рабочей силы. Прекрасно все понятно, что какая-то часть россиян высококвалифицированных, так называемый креативный класс, она просто спаковала чемоданы и уехала из России, чтобы не быть задействованным в этой войне. Какая-то часть голубых воротничков, способных что-то делать больше, чем подметать улицу, их затянули в предприятия оборонно-промышленного комплекса. И по большому счету они под завязку уже и с этими заказами, и с точки зрения рабочей силы. И, соответственно, увеличилось давление на рынок рабочей силы цивильный. А учитывая традиционный для России шовинизм, ксенофобию и расизм, мы видели, как выдавливают из России представители Центральной и Средней Азии, которые, по большому счету, были задействованы прежде всего на низкооплачиваемых работах. Но в любом случае кто-то должен эту работу делать, и однозначно, что рук этих рабочих не хватает. Поэтому такое давление есть. Естественно, большее количество мобилизированных будет означать меньшее количество рабочей силы, которые могут поддерживать цивильную и военную экономику. Александр, теперь, если позволите, оттолкнувшись от того, что вы сейчас сказали, давайте немножко поговорим об Америке. Потому что недавно у меня было интервью с известным израильским военным экспертом Давидом Гендельманом. И мы с ним поговорили о такой словосочетании или термине контролируемая эскалация. Можно расширить, назвать это контролируемой войной. И вот этот термин очень хорошо знаком Израилю и, похоже, знаком и нам за время полномасштабного вторжения. Вот так, наверное, можно назвать политику Америки сейчас по отношению к войне России против Украины. То есть попытка каким-то образом контролировать эту войну. Не знаю, подтвердите вы это или нет. Смотрите ли вы на это как-то иначе. Это тоже очень важный момент. И в этом смысле разговор об использовании американского оружия по российским целям. Это вот тоже часть контролируемой такой войны. Потому что если вот контролируемая война применялась еще, я не знаю, со времен израильских войн. И по большому счету ничего в стратегии не поменялось. То это как бы одна история. Если сейчас Украина изменила каким-то образом это основное такое видение на какие-то войны Америки, то тогда это, наверное, другой вопрос. Вот это в связи с тем, что наши представители собираются ехать, и министры стран, и министры, простите, обороны, и Андрей Ермак собираются ехать в Америку и говорить о том, что они хотели бы получить разрешение на использование американского оружия по российским целям. Ну, как говорится, иншаллах. Я бы сказал так, немножко, может, длинно. Мы должны понимать то, что называется, психологию наших американских партнеров и те травмы, которые они получили, начиная с 11 сентября. Джордж Буш, естественно, как бы была абсолютно легитимная, правильная кампания против Талибана в Афганистане. И потом не совсем такая чистая, которую критикуют сами американцы, кампания в Ираке. И, соответственно, когда война идет свыше десятилетия и не достигнуты цели, а цели поменялись. Одна цель была уничтожить Талибан, если поломать ему хребет, а другая, это по ходу возникло установление демократического какого-то режима. И то же самое можно сказать про Ирак. И на фоне этих травм, длительных войн, приходит Барак Обама, который говорит, надо это все прекращать, надо решать дипломатией. И, по большому счету, страх применения силы, это то, что стало в подкорке зафиксированным среди демократов. И если, по большому счету, мы посмотрим на причины этой войны, российской агрессии против Украины в 1922 году, естественно, как бы вина 100% на России, на российском населении, а не на гражданах, которые радо поддерживают любые войны, тем более захватнические такие, и, естественно, политическому руководству Российской Федерации, которая планировала ее достаточно давно. Но если мы говорим о факторах, которые повлияли, это была позиция Обамы и Меркель. После 2008 года, то есть 8 августа 2008 года, война России против Грузии. Да, тогда Медведев был президентом. Ну, мы понимаем, что это младший партнер, и однозначно вся система была построена и контролировалась о Путине. Ну, в любом случае. Реакция какая была? Буквально через год Хиллали Клинтон нажимает на кнопку перезагрузка с Сергеем Главровым. Чуть-чуть позже Ангела Меркель запускает проект «Партнерство во имя модернизации» и начинает втягивать Россию в экономические, энергетические и другие проекты. Ну, фактически, как будто Россия сделала что-то очень хорошее, и надо было ее наградить за это, вместо того, чтобы изолировать, когда она была достаточно слаба, и, по большому счету, сделать невозможным следующую агрессию. А дальше, в 2014 год, сидит такой Барак Хусейн Ильич Обама в Белом доме и говорит, что для России Украина важна. Для нас не очень. Для нас вообще и Европа не очень. Да даже Ближний Восток не очень. У нас есть китайцы. Давайте «pivet to Asia» вот эта политика. То есть будем заниматься... Да, пожалуйста. Это очень важно, то, что вы сейчас сказали. Это сказал Барак Обам. Демократ. Это сказал не Трамп. Это вот то, что вы сейчас говорите, это же всегда приписывается Трампу. Это вот ради, наверное, справедливости и понимания ситуации. Это очень важно. Вот то, что вы сейчас говорите. Мы, честно говоря, забыли в какой формулировке. Да, в отличие от Трампа, естественно, Барак Обама рассказывал, там, дифферамбы пел европейцам. Он их так за закрытыми дверями журил про то, что они недоплачивают в коллективную безопасность. Они махали головой и говорили, да, в ближайшие несколько десятков лет мы будем платить 2% ВВП и будем тратить не только на пиво по пятницам для наших солдат, но и на вооружение и так далее. То есть как бы это отдельная история. Ну, по большому счету, Барак Обама стал архитектором главных внешнеполитических поражений Соединенных Штатов и свободного мира. Это и Украина, 14-й год, потому что он совершенно ничего не сделал для того, чтобы удержать Россию от незаконной аннексии начала войны на Донбассе. Он даже не хотел принимать участие в так называемых мирных технических соглашениях. Он с этими своими красными линиями на песке позволил режиму Асада дальше убивать своих сограждан и химическим оружием, и другим. Он открыл возможность для России вернуться на Ближний Восток. Ну, прежде всего, это в результате аннексии Крыма произошло, потому что Крым стал плацдармом и то, что называется местом проектирования силы за территорию Черного моря и в Северную Африку, и на Ближний Восток. Соответственно, то, что там происходило в других странах, я не говорю, давайте не будем уже вдаваться в подробности региональное, вот он как бы концентрировался на Китае, с китайцами достаточно мягкий был диалог, они пытались решить вопросы и воровства интеллектуальной собственности, и вопросы манипуляции валютой, скрытое субсидирование китайских компаний и так далее. Ну, результатов особых не было. Ну, естественно, давайте вспомним соглашение с Ираном, от которого израильтяне были не очень довольны по причине того, что, с одной стороны, вроде бы как притормозило развитие ядерного оружия, а, с другой стороны, как секретная часть этого соглашения, это, по большому счету, не было там никаких ограничений в использовании прокси сил иранцами на территории других государств. Это, естественно, Хамас в Израиле, Хезбалла в Ливане, Хуситы в Йемене, ну и, в общем, прощая террористическая мразь, которая давала возможность Ирану дестабилизировать ситуацию вокруг Израиля и в случае конфликта угрожать с разных направлений. Естественно, Иран не заинтересован в прямом столкновении с Израилем, можно себе представить, что с этого будет. Сейчас до сих пор в регионе находится и американская авианосная группа, и, значит, силы и Франции, и Британии. Поэтому, соответственно, как бы это не только Израиль будет себя защищать, если, не дай бог, и я, естественно, этого не хотел, и никому не пожелаешь, что конфликт вокруг Газы может вырасти в региональную войну. Ну, в любом случае, как бы мы говорим о Бараке Обаме и его подходе в отношении России. И тут еще важный момент, это санкционная политика. До сих пор у американцев, естественно, у демократов в головах было то, что можно попробовать повлиять на поведение Путина, введя санкции. Санкции, прежде всего, должны иметь... Ну, это я говорю о 2014-м годе, потому что сейчас немножко другая ситуация. Так вот, как бы основные параметры санкции. Это то, что санкции должны иметь такой характер наращивания, то есть усиление давления на Россию, чтобы изменить поведение Путина. Второе, естественно, санкции не должны вредить ни Соединенным Штатам, ни их союзникам. И здесь, естественно, прежде всего, имеется в виду это энергоресурсы, потому что глобальный рынок, и Россия часть этого глобального рынка. Если ее убрать оттуда, тогда цена на энергоресурсы может повыситься. А, к сожалению, особенно после того, как был убит журналист Кашоги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, отношения с Рядом, они достаточно сильно охладели. И МБС, он не особо шел на какие-то, скажем так, встречные предложения по наращиванию экспорта нефти саудовской, которые могли бы сыграть важную роль для того, чтобы сократить поставки российской нефти. Вот буквально перед 6 октября прошлого года, когда это была террористическая атака Хамас на Израиль совершена, уже фактически было готово соглашение между Саудовской Аравией и Израилем об улучшении отношений. И там есть ряд таких очень важных моментов. И то, что Саудовская Аравия обязывалась торговать исключительно в долларе, соответственно, Соединенные Штаты имели бы контроль над транзакциями и в случае чего могли бы принимать какие-то решения по санкциям и так далее. Естественно, Саудовская Аравия получила бы дополнительные гарантии безопасности, прежде всего от Ирана. Напомню, что Китай сыграл важную роль в, скажем так, нормализации отношений между Саудовской Аравией и Ираном. Ну, однозначно, это Саудитам было недостаточно, такого слова, скажем так, и такого механизма. Ну, соответственно, палестинцы получили бы что-то свое, там какой-то дополнительный бонус в сторону получения своей государственности, скорее всего. Мы не знаем, как бы, очертаний тех предложений. Но поскольку, как бы, произошла эта атака, произошла поляризация в самом регионе, и пока что, естественно, что саудиты не готовы идти на такое соглашение, учитывая, что военные действия в Газии не прекращаются, и периодически они выплескаются за эту территорию. Дальше важный момент еще по санкциям, то, что санкции не должны были бить по простым россиянам. То есть простые россияны, они хорошие, белые, пушистые, а это Путин с его так называемыми оригархами, тоже слово, которое очень неправильно применяется, потому что в России олигархов нет. Если они где-то в 90-е годы были семей банкирщина и так далее, то можно было называть их олигархами, потому что они влияли на принятие решений в Кремле. Те, которые сейчас в России богатеи, им позволено владеть собственностью, но они и могут сказать, куда направить деньги для каких-то проектов. То ли войну на Донбассе, как это Малафеев делал, он, собственно, и по собственному желанию, естественно, ему там давали определенные указания, так и другие богатеи, которые помогают реализовывать путинские проекты на территории стран Запада. Поэтому я бы сказал, что такое новое дворяство. То есть царь дал какие-то ресурсы, он может забрать жизнь, свободу, или эти ресурсы, или может сказать, как этими ресурсами пользоваться. Это точно не олигархия. Вот поэтому такие подходы были, когда была спроектирована санкционная политика. Она изменилась, естественно. Но некоторые моменты, такие важные, как, например, чтобы санкции не носили урон американцам или их союзникам, оно осталось. Но уже как бы доля обычных россиян меньше волнует тех людей, которые проектируют санкции. Я не знаю, честно говоря, отказались ли они от идеи изменить поведение Путина. Но точно они не пришли к пониманию, что санкционная политика – это должна быть политика экономической войны. То есть не влиять на поведение Путина, а сделать невозможным получение им ресурсов для продолжения этой войны. И, к сожалению, мы видим, что до этого пункта они пока что не дошли. Поэтому, когда мы говорим о подходе этой администрации к войне 1922 года, все вот эти недостатки были с самого начала. Когда американцы знали, что уже подготовлено вторжение, они попытались переговорить. И Бронс был в Москве, разговаривал. И он понял, что как бы все это уже решение принято. То есть вопрос времени. Но перед тем, как он поехал в Москву, помощь Украине оборонную приостановили. Как знак примирения какого-то с Москвой. Ничего не получилось. Потом начали наращивать эту помощь. Но она была ограничена. Вы прекрасно помните, что изначально нам давали джавелины и стингеры. Ну, представляя, наверное, что украинцы будут воевать, как УПА, в лесах. То есть, грубо говоря, украинская армия будет не способна на отражение системной российской агрессии. Ну, в любом случае, они верили в то, что украинцы будут сражаться. И вот дали нам, начали давать вот эти достаточно ограниченные по своим возможностям системы. Но потом произошло то, что произошло. Киев за три дня не захватили. Героически освободили эти территории. Жест доброй воли было. Или перегруппировка, как это там в Херсоне была и так далее. Тогда уже пошло понимание, что нужно помогать. И потихонечку начали переходить эти красные линии, которые сами же себе в голове нарисовали. Сначала были гаубицы, потом дошли до бронированной техники и так далее, и так далее. Ну, и сейчас мы говорим о том, что уже F-16 в украинском воздушном пространстве выполняют свои миссии. К сожалению, пока что еще не так их много. К сожалению, еще есть вопросы и к их модификациям с точки зрения радаров, которые там есть. Естественно, нам надо самые современные, чтобы у нас было преимущество перед российским ВКС. Соответственно, и ракетные системы, которые были бы способны уничтожать воздушные цели в российском воздушном пространстве, глубоко, скажем так, в тылу, чтобы, соответственно, уничтожать не ракеты, которые падают на наши с вами головы, а уничтожать платформы, которые их запускают. Пока что эту красную линию мы не прошли. Пока что это считается возможной эскалацией. А в Вашингтоне хотят, по большому счету, есть ограниченная война и тотальная война. И хотя Россия ведет против нас тотальную войну, то есть нет такого объекта, нет такой территории, нет такой цели, которую они не пытаются уничтожить. Наши партнеры нас ограничивают в тех средствах, которые нам дают. И, соответственно, мы не можем воевать, как были бы американцы или европейцы. То есть нанося удары в глубину противника, не 15-20 километров линии боевого соприкосновения, а в оперативную и стратегическую глубину, собственно, как бы те же самые пусковые установки, те же самые бомбардировщики, те же самые предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые производят снаряды, ракеты и какие-то другие вещи. И поэтому, естественно, что война принимает затяжной характер, принимает такой характер, где, собственно, как бы у украинов достаточно мало шансов выиграть, потому что ресурсы у России больше. И по большому счету слова или боязнь Джейка Салева на этой эскалации является, вы знаете, в социальных медиах об этом говорят и шутят, такая черная шутка, что это лучшее ПВО, которое можно себе представить. То есть запрет на удары по российской территории, по легитимным целям на территории Российской Федерации. ПВО для России. ПВО российское. Да-да-да, ПВО России и Украинской. А если мы посмотрим, то есть как бы война, это о цифрах и формулах. Где-то порядка 500 противоракет «Патриот» производит Соединенные Штаты в год. Они немножко увеличили, хотят дойти до 650 или 60, то, что в открытых источниках есть. Но, естественно, Соединенным Штатам нужно держать какой-то запас для себя. Есть Индо-Тихоокеанские регионы, прежде всего Тайвань, но также и Япония, и Южная Корея. Есть Израиль, партнер, который постоянно находится под угрозой массированных ракетных ударов и так далее. Поэтому однозначно, что количество производимое противоракет недостаточно до вот этих всех конфликтов. И, прежде всего, тот, который происходит в Украине. Я уже не говорю про экономическую составляющую, когда одна такая противоракета может стоить 4 миллиона долларов, а когда российская ракета может стоить миллион долларов. Поэтому, понятное дело, что если мы будем считать деньги и производственную возможность, то тогда мы понимаем, что ресурсы истощаются у наших партнеров. То, что они могут дать. Да, естественно, есть и другие европейские системы противовоздушной и противоракетной обороны с другими радиусами действия. Но просто я говорю о том, что в целом это такая математическая проблема. И, соответственно, было бы логично уничтожать платформы, а не ракеты. Тем более, со всем героизмом и профессионализмом, с которым наши ПВО уничтожают ракеты российские. Однозначно, что это число не доходит до 100%. Там называли 80% около того. Я, правда, не знаю, это имеется в виду исключительно ракеты, либо ракеты и шахеды, точнее дроны. Поэтому эта проблема будет оставаться. И логичным решением этой проблемы будут предоставления средств Украине для того, чтобы мы уничтожали платформу. Сейчас мы пытаемся это делать дронами, но, естественно, соперник учится, он адаптируется. И мы прекрасно знаем, что когда они видят украинские дроны, так пытаются рассредоточить свои бомбардировщики, другую авиацию на других аэродромах, естественно, что это усложняет для нас возможность их уничтожения. Поэтому это ключевая проблема сейчас с точки зрения вооружения и с точки зрения логики ведения войны. Хотя, по большому счету, самая главная проблема – это отсутствие стратегии. Вы прекрасно помните, когда 61 миллиард был проголосован в Конгрессе, и Конгресс потребовал от администрации предоставить стратегию победы в Украине, где были бы четко определены и американские цели. Понятное дело, что… Причем там даже была фиксированная дата, ну какой-то временной отрезок был. Я тогда думал, что, скорее всего, как, знаете, бывший бюрократ, я прекрасно понимаю, что разумному бюрократу дать любую непассивную задачу, он ее выполнил. То есть можно было написать что-то за все хорошее против всего плохого, ну и таким образом формально закрыть вопрос. Но они даже этого не сделали. И, по большому счету, может быть и хорошо, потому что Курская контрнаступательная операция, она показывает способность Украины и инновациям, и возможности воевать по западным лекалам, тем более, если будет предоставлено Украине ключевые элементы, которые необходимы для успешности таких операций. Я, кстати, ну, я не являюсь военным экспертом, но в 23-м году, когда все мы сушили головы и думали, где же будет основной, или, возможно, там два удара, то первое, самое простое, что приходило в голову, это, собственно, войти на территорию Российской Федерации, где-то там в районе Курска, и по тылам пройтись, как помните, рейд был в 2014 году по украинской территории вглубь позиции противника и, прежде всего, российских сил, но также, значит, этих прокси-сил Донецка и Луганска. То есть зайти в тыл, и, соответственно, не надо было бы штурмовать хорошо укрепленные за 8 лет позиции наших противников. Но я понимаю, что тогда это было невозможно с ментальной точки зрения, что наши запятные партнеры, они просто себе не представляли, как можно нарушить святая святых, территориальную целостность Российской Федерации, вторгнуться на ее территорию и так далее. А вы думаете, сейчас они это представляли? Я думаю, что сейчас они тоже слабо это представляли. Абсолютно. Вы знаете, это как бы очень интересная реакция была. У меня есть две конкурентные теории. Первая теория, что американцы знали, что мы готовимся к такой операции и, возможно, звонок Белоусова, министра обороны Российской Федерации, министру обороны Соединенных Штатов Ллойду Остину. Помните, когда сказали, что россияне узнали, что украинцы что-то готовят такое ужасное, что пусть они лучше это не готовят. И тогда американцы должны были или сделали предупреждение Украине. Я тогда подумал, что это, возможно, операция по ликвидации одного из руководителей Русского рейха. И, естественно, что американцы были бы недовольны такой вещью. А, возможно, они говорили как раз об этой операции, поскольку украинские силы обороны накапливали силы и средства рядом с российской границей. Либо же это было о чем-то другом. А мы готовились, собственно, как бы то, что мы сделали. Но американцы, наблюдая за всем этим и как бы абсолютно вялой реакцией со стороны России, в России думали, что, да, Вашингтон защищает священность российских границ. Ну, конечно, там ДРГ может пройти, это такое дело, с кем не бывает. А вот так, чтобы открыто, но это точно не может быть. Американские хозяева не позволят украинским холопам, ну, естественно, все в кавычках, такое сделать. А тут украинцы раз и сделали. И это был такой когнитивный диссонанс везде. Ну, в России прежде всего, естественно. Вот, поэтому реакция была, мне очень понравилась. Никто не говорил негативных вещей. Спикеры и Пентагона, и Госдепа говорили о праве Украины на самооборону и так далее. Потом было общение и у Мерва с Остиным и другие контакты, когда говорили о том, что Украине необходимо, какие следующие транши оборонной помощи необходимы для того, чтобы мы проводили наши военные операции. То есть они не выделяют Курск, хотя, понятное дело, Курск здесь был. И вы знаете, может быть, последний такой момент об помощи и о военных аспектах. Это то, что мы видели, ну, во-первых, была большая пауза в полгода, когда американцы нам не предоставляли помощи. И, естественно, это сказалось на том, что происходит на Востоке, то есть фактически экономили каждый снаряд и другие вещи. Потом немножко легче стало. Но я бы не сказал бы, что выровнялось или у нас стало преимущество. И, наверное, вот эта Курская операция объясняет, почему это произошло. То есть, грубо говоря, надо было накопить достаточное количество вооружений, техники и боеприпасов для того, чтобы совершить, реализовать такую операцию. И поэтому это является причиной того, что на Восточном фронте мы не увидели кардинального изменения ситуации перед Курской операцией. И сейчас, естественно, что надо поддерживать достаточно большой темп поставок нам и вооружений, и боеприпасов для того, чтобы и на Восточном фронте нормально показывать себя, ну, и реализовывать военные задачи на Курском направлении. Александр, вопрос в качестве прогноза. Мы его подвесим в воздухе и вернемся к нему через какое-то время. Итак, завтра, в пятницу у Мера встречается с Остином и Андрей Ермак с кем-то еще. Пока непонятно с кем. Ваш прогноз мы получим или нет разрешения стрелять по американским оружием по российским целям? Только да или нет? А потом будем развивать эту мысль же в следующий раз. В конечном итоге получим, потому что это является логичным, это является правовым... Секундочку. Нет, секундочку. В конечном это когда-нибудь или в ближайшей перспективе? Ваши ожидания как политического аналитика? Я надеюсь в ближайшем будущем, но как мне кажется, что среди тех, с кем мы следуем встречаться, я думаю, что это было бы правильно для руководителя офиса, больше, чем министра обороны, встретиться с Филиппом Гордоном. Это советник по национальной безопасности вице-президента Камилы Харрис, который, скорее всего, будет советником по национальной безопасности президента Соединенных Штатов Камилы Харрис, если, естественно, ее изберут в ноябре этого года. И как мне кажется, что последние позитивные изменения, которые происходили и в риторике, и в помощи Украине, и в том числе то, что происходит в Курске, это своеобразная такая передача полномочий или принятие решений, или увеличение доли голоса, точнее, этого человека, его команды в принятии решений нынешним Советом национальной безопасности имеется в виду Джейком Салливаном. Поэтому, мне кажется, что для Камилы Харрис, для Фила Гордона, который хочет, естественно, работать в западном крыле Белого дома, для них было бы правильным, ну, скажем так, укрепить внешнеполитическую составляющую своей программы на выборах какими-то успехами в Украине и уж точно отсутствием каких-то раздражающих факторов либо поражений. И второе, это формулирование определенной стратегии Соединенных Штатов в отношении и Украины, и России, и, соответственно, то, как они видят завершение этой войны. Я надеюсь, это будет не фиксация статуса КВО, не идея Джозефа Байдена о том, что Украина уже победила. И тут я абсолютно с ним согласен. Украина абсолютно победила Россию, потому что не дала реализовать максималистическую цель уничтожения украинского государства и подкорения украинской нации. Но дальше это вопрос освобождения всех территорий и вопрос не только в территориях, вопрос и в принципах и нормах международного права и способности Украины выжить в будущем. А я прежде всего говорю о Крыме. Крым должен быть освобожден от оккупационных сил. Поэтому вот эти вопросы будут решаться уже новой администрацией, потому что они понимают, что предыдущая стратегия провалилась, предыдущие оценки ожидания в отношении России оказались неверными. И, соответственно, американцам надо принимать какое-то решение, куда идти дальше. И они прекрасно понимают, что в нынешней ситуации найти мирное решение просто невозможно, поэтому они нас не подталкивают. И, естественно, они держатся формулой ничего про Украину без Украины. Александр Хара был сегодня нашим гостем, за что мы, Александр, вам ужасно признательны. Спасибо огромное. За приглашение большим удовольствием. Спасибо. И, конечно, признательно вам, наши спонсоры на платформе Патреона и Ютуб. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...